Что такое вексель? Вексельное право же вы изучаете по роду своей деятельности? Да? Вы понимаете, что это вексель? Ну и что вы хотите? Ну вы понимаете, что это вексель. Согласна? Да, и что? Я же вас не заставляю, потому что без этого ценного документа вы не можете не оформить нигде ничто, ничего. Что это контракт? То есть я подписываюсь, как будто бы я сотрудник ОМВД «Россия». Ну если вам хочется, конечно, мы вам не запрещаем ничего. И вы можете все, что угодно. Это ваше право. Но я вам не дам его сфотографировать. Вы знаете, что это ценная бумага? Мы под обеспечение идем, да? Вас ликвидировали в 2017 году? Да. И все документы, они считаются недействительными. И делает ваш регламент юридически ничтожным, согласно иерархии законов. Конечно, обращаться в другие структуры без паспорта вы не сможете. Поэтому ни в коем случае мы вас не заставляем. Фамилия, имя, отчество, бонусы, да, то есть сегодняшний день вы не должны сфотографировать. Это персональные данные, которые хранятся. Это секретный документ. Да, это секретный документ. Так, а можно посмотреть паспорт? Конечно. Я видеопротокол вот ввести. Чая, вот эта подпись. Что? Подпись чая. Начальника. Имя, фамилия нет в расшифровке. Так, вот если у меня есть какие-то замечания к паспорту, то есть я могу сразу высказать? Да, вы сейчас можете, да, сразу высказать. И какое время будет это все исправляться? Вообще, ну, как бы, если какие замечания получили? Смотрите. Среди дня ранее в данных паспортах. Они здесь не все указаны. Пропечатывается самый последний паспорт. Мне нужно все. Все. Сейчас штампом поставим. Все. Все. Какие все? Все загран. Все. Загран паспорта ставится последний паспорт загран. При предоставлении загран паспорта проставляется у начальника. У меня есть. Так, сейчас пойдете во второй кабинет, там, на заместитель. Он вам проставит. Так, и еще мне нужны все паспорта предыдущие. Какие у вас были? То есть это советский паспорт. Один. На персону. И два паспорта на персону. Одна на персону. Давайте я смотрю. То есть всего, получается, три паспорта. Сейчас я увижу, посмотрю в базе. Потому что в этой базе ставится последний паспорт. Да, вот у меня все копия предыдущие. А, так у вас есть? Ценные бумаги. Да, мои ценные бумаги. Вот. Мне смотреть не надо, наверное. Да, можете. Так, и еще у меня замечание. У меня в последнем паспорте, в моей ценной бумаге на персону, но не был указан загран паспорт, который мне еще выдавался в 90-х годах. Смотрите, он ставится последний загран паспорт. То есть вы все загран не указываете? Никто не вам не укажет. Нет. Они же уже вышли из-за прощения, и они... Мне нужно, мне нужно именно наличие вот этих данных в моем паспорте. Это моя воля, мое желание. У меня вот здесь с собой. Ну, не знаю, если вам российский, я вам проставлю, конечно. А вот загран паспорт ставят начальник. Вот смотрите, у меня такой паспорт. Подождите, давайте я вам сейчас поставлю, и чтобы в этом ошибок не возникло. Это было вместо вот этого. Так, вот они все, посмотрите. Сейчас. Код подразделения, так, сейчас посмотрю, когда... Ну, такой же, как и последний. Вот подразделения. Всем выдан из советских паспорт. Так, сейчас подождите. Вот так. Так, ну вы зря говорите, что вот эта секретная информация. Эту секретную информацию, вот я требую завеленной копии, вы обязаны мне выдать. Нет. Мы только эти формы номер один мы выдаем только организациям при предоставлении запроса. Форму мы вам не можем дать. Ну, ну, что вы говорите. Нет. Копии вы выдаете. Нет. Вы обязаны выдавать. Это моя личная такая... Я вам указываю. Подождите. Вы... У меня есть заместитель, есть начальник. Вы, пожалуйста, от него все вопросы. На основании них нет. Так. Так, СССРский паспорт. Я хочу все загранпаспорта. Сморо. Здесь много. Так. Угу. Проверяйте внимательно по каждой буковке паспорта. Да, ну, здесь, конечно, есть претензии. Какие? Я все это изложила в документе, который я... А какие? Претензии в том, что не соблюдается правило русского языка. А, ну, это... Нет, это очень... А что, не поняла, какие-то ошибки тут или что? Посмотрите, моя фамилия, имя, отчество, то есть не мои, а мои персоны. Ага. Написано за главной буквой. Это не аббревиатура. По правилам русского языка только аббревиатура. Я поняла вас, все, я поняла вас. Это вы изложите в заявлении, там где-то оставите. Да, да, да. Это как бы... Да, это заявление, вот на ошибке сейчас я буду писать. Потом не указана юрисдикция, в которой я родилась. То есть это СССР, СФСР. Здесь не указана сторона. То есть получается она просто в подвешенном состоянии. Затем, правила русского языка нарушены в оформлении географического наименования. То есть города и области. Они тоже как аббревиатура написаны. Тоже неправильно. То есть вот таких вот, посмотрите, географического названия, которые не существуют. Значит, вы паспорт не будете получать, если... Нет, я хочу получить эту ценную бумагу под названием паспорт Российской Федерации с данными моей персоны. Но я хочу исправить эти ошибки. Так? Но я заявление как бы... Я дам, если вы сможете, какие исправить. Это как бы... Нет, это не исправляется, потому что это же с базом распечатывается. Ну, понятно. Но я заявление всего оставлю. Мне нравится, конечно, как хотите. Так. И вот загранпаспорта все внести. Так, значит, эти паспорта внесены. Внесены загранпаспорт вам последний поставить сюда. Если я хочу все. Это вы будете решать там. Да как они скажут. Так, и вот смотрите, я вот такой документик нашла. Я его не использовала. Смотрите, какой красивый. Вот его у меня даже не было указано в последнем паспорте. Ну, я так понимаю, это загранпаспорта. Это загранпаспорта. Это загранпаспорта старого паспорта. За пять лет, по-моему, да, он выдавался. Смотрите, СССР. И как написано все. Алла Александровна, здесь уже ущемление прав идет тоже с большими буквами. Тоже это неверно. Уже начинается вот захват прав. Ну, я считаю, вообще, как бы тут, если уж писали, то писали бы так или писали бы так. Правильно? Ну, это постепенно происходило. Сначала фамилии стали большими буквами писать. И сейчас пишут. То есть, смотрите, вы оформляете паспорт на основе свидетельства. Подождите, свидетельство о рождении. Вы справились? У вас в 773-м регламенте написано. У меня разве, мои персональные данные разве стоят с главными буквами там? Там с большой и с маленькой буквы. Все написано по правилам русского языка. Здесь нарушение идет. Знаете, у нас газа, мы крафтировку, мы не можем никак произвести. Она идет, вот именно что, по регламенту. Она идет с этими. Так, мне вот... Это уже ваш паспорт? Вы же с ним ходите? Что вы хотите тут делать? Фотографируйте и тут уже... Так, ну вот это тоже. Относятся по мне... Вот тут фамилия, имя, отчество, помните, дату, сегодняшнюю подпись. Вы должны подписаться, расписаться. Ну, я не могу сейчас подписаться, потому что у меня есть претензии. А я, значит, вам не выдам паспорт. Да, мне... Это правильно, вы не выдадите мне паспорт. Вы не распишите. Просто я знала, что такие нарушения будут. Я должна была убедиться, что это действительно так. Нарушение есть. Значит, вы паспорт не будете забирать у меня? Пока нет. Ага. Ну, как бы я должна написать вам заявление, да, вот на... Что вы отказываетесь от паспорта? Нет, я не отказываюсь, я про нарушение буду писать, чтобы вы исправили. Но как вы поступите, вы уже мне ответите, что вы не можете, лишь на что-то сошли. То есть это, пожалуйста, ваше дело, да? Вот. И вот по поводу... Вот это вот тоже я укажу, что за гранпаспорта всем... Хотите, да. Да, значит, пишите заявление и все. Так, и еще... Так, что я еще хотела сказать? Что-то хотела сказать. Да, вот это волеизъявление. Вот про форму хотите, вот про это напишите, что вы хотите взять ее... То есть я могу в свободной форме все это изложить, да? Что вы хотите можете писать, да? Так, вот смотрите, правильно я указала вашу организацию. Да, да, да. Ну, он сейчас в отпуске, поэтому... Так, а кто принимает? Заместитель, но у нас есть инспектор, который регистрирует ваше обращение и... А вы можете мне вот сейчас дать номер, чтобы я сразу внесла паспортные данные сюда на заявление на требование копии формы ПЭШа? А вы же не фотографировали только что его, свой паспорт? Ну, сейчас, пока, знаете, я буду это все... Сейчас я здесь напишу быстренько. Ну, а вообще-то действительные паспорта, да? Конечно. Действительно, потому что там столько нарушений. По всей стране, ну, как бы... И дело в том, что мы не можем корректировку в базе приедать. Раньше, когда мы, допустим, инспектора раньше писали руками, может быть, еще какие-то были ему... А тут она идет, определенная база по всей... Даже не то, что России, по всей стране. Это идет определенный формат, и мы корректировку никак... Да, если какие-то ошибки в фамилии, имя, отчество... Допустим, место рождения, такой, духовщинский, духовный... Но вот у вас не внесена страна. То есть юрисдикция СССР, СССР не внесена. Почему? Я это тоже укажу. Я говорю, корректировки, они, ну, не производятся в базе. Угу. Ну, диктуйте. Можно я спешу тогда? Ага. Ну, с паспортом, такая разница. А, ну, да. А вот это год выдачи, да? Как бы год оформления. Оформления паспорта. А вот это 66, что? Серия. А вот эти цифры что значит? А, просто так. Ага, мысли. А почему так долго не получилось, господи, на основном? Ну, знаете, я разбиралась в своих ценных бумагах. Это же ценно. Вот интересно, еще вас могут оштрафовать, наверное, за то, что вы в течение установленного срока. Но я не могу вам сейчас это сказать точно. Не получили его. И вот орган, выдавший паспорт, у МВД России. А вот этот документ зарегистрированный в Министерстве юстиции, этот бланк? Конечно. Не думаешь, мы их принесли, не от себя печатаем. Есть определенный регламент, есть определенные приказы, по которым это все делается. Ну, вот, а у меня есть информация, что бланк не зарегистрирован. Уже все печать, почему не по ГОСТу у вас? У вас такие печати ставятся на копии документов, монетчные. Копии документов ставится только черная печать, которая есть определенного образца для пакетов. Эта печать ставится только на паспорта. На других документах ее не ставят. Эту красную печать ставят только в паспорта. Ну, существует печать по ГОСТу. Это печать по ГОСТу. И мы ее из дома не принесли. Нет, ну понятно, что не принесли. Да, да, да. Ну, просто... Ну, вы напишите, что вас не устраивает печать. Вы опишите, почему не зарегистрированный паспорт в Министерстве юстиции, почему печать не по ГОСТу. Вы все это опишите и вам все ответят. Да, хорошо. На все эти вопросы, все, что хотите, вы изложите в своем заявлении. И вообще... Так, еще такое. Такая просьба. Мне сейчас нужно получать карточку банковскую по предъявлению паспорта. Вот когда вы получали, сдавали документы на оформление паспорта, вам на тот момент должны были выдать временное удостоверение. Ну, да, то я утратила. Там и действия этого временного удостоверения. Вот разъясните это все во втором кабинете, вам там скажут. Могут вам выдать временное удостоверение или не могут. Или вот в третьем кабинете, где девочки вам выписали временное удостоверение, вы у них уточните. Скажите, вот я, у меня паспорт готов, я его не хочу получать, хочу временное удостоверение. Да, ну, как бы я хочу получать. Но, к сожалению, вот есть такие недостатки. А вот это ПН, это что значит? Это машинопечатные строки, которые читаются в определенных местах, в аэропортах, на вокзалах. То есть вы не знаете расшифровки ПН? Нет, нет, нет. И это при каждом документе присылаются свои вот эти вот данные. Что они, как по-английски, не по-английски, там выходит вот это вот все. Регистрацию, да, проверьте еще. Так, паспорт зарегистрирован. Не паспорт, вы зарегистрированы. Ну, это моя персона зарегистрирована, это не я. Так, а почему здесь оно проколото? Кто проколото? Вот, смотрите, дырки. Паспорт? Да, посмотрите. Ну, это такие нам приходят, кстати, проколотые все. Проколотые. Да, ты меня фотографируйте. Хорошо. Так. Ну, вот, да. Если ценная бумага проколота, она считается недействительной. Вы все это укажите в заявлении, вам все ответит. Вы знаете, что это ценная бумага? Ну, под обеспечение идет, да? То есть, вот эта форма П1, да? Вторая оборотная сторона, вы мне там пишете опекуна. Опекуна. Какого опекуна? Восемнадцатый пункт. Какие опекуны пишем? Тут ничего не указано. Я вот здесь только заполняю. А вот здесь я что-то заполняю? Вы здесь ничего не заполняете. Здесь вы заполняете только в том случае, если вы меняете персональные ваши данные. Фамилию, имя, отчество, место рождения или что-то. Ну, вот эта вот форма, она очень сложная для понимания, понимаете? То есть, на любом документе важно не только, что написано, но и в каком месте, да? То есть, вот мне, юридически необразованному человеку, очень тяжело разобраться. Да, да, да. То есть, вообще, вот эта вот форма... Не одни вы сталкиваетесь с этой проблемой. Вот эта форма, она подпадает по признакам на вексель. На вексель. Что такое вексель? Вексель, на право же вы изучаете по роду своей деятельности? Да? Да. Вы понимаете, что это вексель? Ну, и что вы хотите? Ну, я не я создаю. Вы можете указать в своем заявлении, что вас не устраивает форма. Может быть, смотрите, вы укажете. У нас скоро новый регламент будет, новые паспорта, вроде, ну, как бы, с июня месяца. Может быть, они увидят вашу претензию и разработают что-то по-новому. Ну, вы понимаете, что это вексель. Согласны? Да, и что? Чтобы правильно заполнить вексель, чтобы быть, как бы, не должником по вексель, нужно уметь это заполнять. Нужно изучать это право, вексельное право. Вы знаете, какое-то, какая-то глубознание. Вы понимаете, я же не... У меня сейчас прием, у меня сейчас люди начинаются. Вы изложите это все в своем заявлении. Я вам говорю, это все рассмотрится, и, может быть, вот вы, что укажете это все? Смотрите, я вам не могу дать это, потому что тут подпись. Ну, подождите. Вы можете чистый бланк сфотографировать. Нет, мне не чистый бланк. Подождите, я не буду фотографировать, я просто посмотрю, что там написано. Ну, смотрите, просто тут пить это... Это, может быть, для ламината. Да, да, сейчас включу. Да, это секретный документ, который... Что вы говорите? Ну, это не секретный документ. Это... Мы его не можем сдавать, сфотографировать. Перед тем, как... Смотрите, подождите. Перед тем, как вы сдавали документы на паспорт, вы могли с ним делать все, что угодно. Сфотографировать, писать, что угодно. Но когда здесь стоят подпись начальника, я не могу вам дать его сфотографировать. Ну, смотрите. Смотрите, вот да. Вы можете все, что угодно сделать с ним, но пока здесь... А вот здесь, подождите. А, здесь просто податчики. Да. Выдать паспорт. Подпись. А вот это что такое? Это проверки. Да, проверки все. Вы можете, я вам говорю, в заявлении, пожалуйста, указывайте все, что хотите. А вот здесь почему не заполнено? Что? Вот здесь заполняется в том случае, если вы меняете свои персональные данные. Я вам сказала. Фамилию, имя, отчество, место рождения или что-либо еще. Если вы хотите поменять свои персонные данные, как вы говорите. Персональные данные. Персональные данные. Персональные данные. Мои персоны. Ваши персоны. Поэтому я вам говорю, вы можете изложить все, что хотите в заявление. Ваше заявление рассмотрится и вам направится ответ. Вот смотрите, я написала СССР, СФСР. Почему это не внесено? Здесь, в этом... Нет, ну я знаю, что другим вносят. В других паспортных столах это все вносится. Почему у меня этого нет? Это уже не действительный документ. То есть данные там не верно изложены. Так, основа приобретения. Люди стоят, смотрите, у нас 15 минут на человека. Да, поэтому я вам говорю, они стоят на 100 документов. Основание приобретения гражданства Российской Федерации. Это по рождению статья. Вы не приобретали гражданство. Это статья по рождению. Я родилась. Этот пункт заполняется нами. И он обязан быть заполнен по регламенту, по нашему. Вы считаете, что я гражданин Российской Федерации? Да. А где штампик в паспорте? Смотрите, он у вас. Какой вам штампик, если он у вас паспорт Российской Федерации? Нет, но я знаю, что внутри должен стоять штампик о приобретении гражданства Российской Федерации. Он у вас паспорт гражданина Российской Федерации. Какой здесь стоит штампик? Где он должен здесь стоять? Это не свидетельство, что я гражданин Российской Федерации. В свидетельстве о рождении у детей ставится штампик, что они являются гражданинами Российской Федерации. Нет, у детей, а у меня. У вас у нас паспорт уже гражданина Российской Федерации. То есть вы считаете, что гражданство приобретается на основе паспорта? Вы его приобретали? Вы же сами сказали, что его не приобретали. Так почему у меня вот здесь в форме появится гражданство российское? Потому что это мы заполняем. Эту форму заполняем, эту графу заполняем. Но эти сведения относятся ко мне тоже. А почему они ложные, эти сведения? Укажите все в вашем заявлении. Я вам говорю, вам все в письменной форме, все ответят. Сейчас вас интересует удостоверение временное. Вы можете пройти во второй или в третий кабинет. И там же спросить про загранпаспорт. А у вас код подразделения меняется, да, или такой же? Нет, такой же. Это когда была миграционная служба. А вы сейчас? ОВД. ОВД, да. ОВМ. То есть миграционная служба, она как бы приказала свое существование, да? Ясненько. Так, а вот ребенка тоже можно внести, да? Детки вписываются до 14 лет. До тех пор, пока у них нет своих паспортов. Уже после того, как они получили свои паспорты, они уже не вписываются. По желанию родителей при предоставлении свидетельства о рождении. До 14 лет, да. Так что, если есть, пожалуйста. Так, как это называется? Временное удостоверение? Да, да, да. Или во втором, или в третьем кабинете. Ну вот скажите, вы как человек с лидическим образованием, вот я ставлю подпись, то есть заключаю некий контракт, правильно же, с вами? На получение ценной бумаги. Да, вы получаете, вы получаете. Просто вот ваше личное мнение. Может быть, контракт действительным, если меня полностью не уведомили о всех сторонах этого контракта, всех нюансах этого контракта? Может быть, действительно? Посмотрите, поэтому я вас не заставляю получать этот паспорт и проставлять свою подпись. Вы можете написать заявление, что вас не устраивает в этом паспорте, что вы хотите еще. И, пожалуйста, вам ответят, и если вас это устроит, то да, получайте. Я же вас не заставляю. Так, ну вы не заставляете, но мне эта ценная бумага нужна. Конечно, нужна, вам надо жить, вам надо также документы остальные, потому что без этой бумаги, без этого ценного документа, как вы говорите, вы не можете не оформить нигде, ничто, ничего. Поэтому я не знаю, вот как, ну. Ну, вот вы меня не знакомите со всеми нюансами, то, что в форме P1 потом проставляется опекун от МВД. Да, еще вот позвольте, еще мой паспорт. Конечно. То есть вы утверждаете, что опекуна вот на этой стороне не будет записан опекун? Если, смотрите, если вы хотите, чтобы вам поставили, как бы, нет, ну, зачем опекун, не пишется, здесь же нет даже графы. Опекун не пишется, да. Ну, опекун – это ОМВД России, который является владельцем вот этой ценной бумаги. Это владелец ценной бумаги, это ОМВД России. Я беру вот эту ценную бумагу, если буду брать, да, ну, придется, только на временное хранение. А вот еще скажите, пожалуйста, вот здесь личная подпись. Личная подпись. Личная подпись, да. Как бы моя должна быть личная подпись. Вот смотрите, вот что я подписываю. Если человек что-то подписывает, он что-то удостоверяет. Вот я что-то удостоверяю. Ну, это же фотография. Ну, а почему здесь подпись? Вот советские паспорта, смотрите, мой советский паспорт. Смотрите, потому что... Смотрите, где ставилась паспорт. Вот я удостоверяла моя, как бы, вот, копия моего образа и фамилия моей. Она оставляется, подпись, это ставится при получении. Это зламинированная уже страница. И здесь вы просто чисто, ну, не можете поставить его, потому что, по техническим причинам, потому что она... Ну, технические причины делают люди. Я вам говорю, поэтому я говорю, вы укажите это все в своем заявлении. Может быть, когда-то будут что-то рассматривать новые регламенты. Может быть, вашу просьбу удовлетворят. Вот смотрите, даже логически, вот вы как человек, как юрист, да, я ставлю подпись. То есть я подписываюсь, как будто бы я сотрудник УМВД России. Вот личная подпись. И это тоже подходит под описание Векселя. Да? То есть вот моя подпись. То есть я должник, получаюсь, по этому Векселю. Последняя подпись. Согласны? Вы Вексельное право изучаете? По роду своей деятельности? Я просто смотрю. Вот смотрите, место рождения СССР. Здесь все написано. Да, но оно, я говорю, оно не пропечатывается. Ну, это плохо. Ну, это вот видите, это же ВАЗа. Ну, мы не можем корректировку внести, понимаете? Если бы это все зависело от нас... Но моя воля вот в этом документе, в этом контракте... Я вам поэтому говорю... Эти данные иметь. И вы тогда выходите без паспорта еще? Ну, у меня есть паспорт. Какой? По загранпаспорту? По загранпаспорту. А, ну, да. Загран же паспорт. У нас, действительно, на территории России все документы, в которых вклеены фотографии, подтверждающие вашу личность, вы можете перетендовать. То есть, даже если срок действия загранпаспорта... Я не могу пересекать границу, но пользоваться даже после, как бы, разрешения, вот, истечения срока разрешения пересечения границы, я могу пользоваться в пределах данной местности. Ясно? Вот, видите? Я просто посмотрела на это ждание, правда, что серьезно. Да. Поэтому я вам говорю, укажите все, ваше заявление рассмотрится, вам... Ну, если вам хочется, конечно, мы вам не запрещаем ничего, и вы можете все, что угодно. Это ваше право. И мы вас ни в коем случае не ущемляем в этих правах. А вот это что-то такое? Здесь вырезается что-то? Это вот ламинированная страничка, которая... Да, у меня есть сведения, что здесь что-то вырезается. У нас таких сведений даже нет. Серьезно? Да, я вам, пожалуйста, показать вам, чтобы, если вы совсем так... У нас есть чистые бланки, что было бы... Да, чтобы я не заморачивалась, а думала. Вот они все проколоты, смотрите. Ой, а можно посмотреть вот такой... Чистый, вот он вырезан. Ну, вот он, чистый бланк, который... Это чистый бланк, да? Да. Ну, я вам не дам его сфотографировать, потому что это чистый бланк, тут номер паспорта. И я вам показала, вот мы говорим, чтобы вы были спокойны. Смотрите, вот, и все. То есть они уже к вам поступают без этих листочков, да? Конечно, да. Поэтому, пожалуйста, пишите, мы вам ответим. Конечно, мы хотим сильно это все делать, получать. Ну, вот, Наталья Валентиновна, вот смотрите, вот чтобы вы были в курсе, какие нарушения существуют в этом паспорте. Давайте я вам просто по пункту быстренько скажу. Давайте, да, давайте. Это вы уже заготовили, да, образец? Да, это уже я... Не образец, или вы хотите уже, чтобы мы приняли у вас это? Ну, как бы, пока... В принципе, уже можно, да. У меня второй копии нет, я просто не готова еще его сдавать. Посмотрите, первое, у вас печать не по ГОСТу, Р-51-511 от 2001 года. Второе, подпись сотрудника не имеет расшифровки вашего, да? То есть нарушается статья 19 гражданского кодекса, то, что гражданин приобретает и осуществляет права и обязанности под своим именем, включающие фамилию и собственное имя. Понимаете? То есть там непонятно, кто расписался. Откуда я знаю кто-то? Может, уборщица, может, еще кто-то пришел, расписался. То есть нет удостоверяющих данных, что это вот данная персона это делала. Так, третье. Фамилия, имя, отчество написано заглавными буквами, я бы сказал. Значит, нарушается Конституция, статья 61. Государственным языком Российской Федерации на всей территории является русский язык. Потом Федеральный закон 53 от 2005 года, статья 1, пункт 6. Это там тоже по делопроизводству нарушения есть. То, что вот фамилия, имя, отчество должны быть написаны именно заглавные буквы. Так, правила русской орфографии, пунктуации. Параграф 159 пишутся с прописной буквы имена, отчество, фамилии. Вот. И параграф 205. Смотрите. Буквенные аббревиатуры обычно пишутся прописными буквами. Прописная – это то же самое, что заглавная. То есть в паспорте гражданина Российской Федерации перепутаны понятия имя собственное и аббревиатура. Буквенная аббревиатура. Так. Значит, имя гражданина, я дальше расшифровываю, что нарушаются права моего гражданина. Да? Статья 19. То же самое, что гражданин приобретает и осуществляет права и обязанности под своим именем, включающие фамилию, имя, отчество. Приобретение прав и обязанностей под именем другого лица не допускается. Написав в паспорте имя моего гражданина за главными буквами, оно звуковую идентичность не поменяло, но было искажено визуально. Визуально было искажено. Что нарушает приобретение мною прав и обязанностей гражданина. То есть я могу на этот паспорт, если я буду что-то покупать, оформлять, то получается, на кого я оформляю имя гражданина в свидетельстве о рождении пишется за главную букву. Я хочу сказать вам, вы же еще хотите еще там добавить? Что вот там страничка, вас это интересует же, да? Какая страничка? Вырезана. А, вырезана? Да, вы не будете это делать. Нет, это я не буду. Это вот... Я говорю, что вы будете еще что-то добавлять в это или не будете? То, что вырезанно, вот сейчас вы показали, то есть... Поэтому я вам говорю, что он у вас, вы говорите, что у вас проколот вот тут вот, да? Да, проколот. Это уже как бы, если ценная бумага имеет какие-то повреждения, а проколы это тоже повреждение, она является недействительным. То есть, понимаете, заведомо делают вот эту ценную бумагу. И еще у вас за гран-паспорт, все равно вам надо это будет добавлять, за гран-паспорт выходите, потому что... Да, да, я сейчас не буду брать, просто я вас вот извещаю. Ну, просто, чтобы, ну, для интересов, да, для вашего. Четвертое. Сомнение вызывает легитимность бланка паспорта гражданина Российской Федерации, учитывая тот факт, что согласно указу президента 156 от МВД, значит, ЕГРЮ, МО МВД России, отсутствует АКВЭД на изготовление и выдачу бланков паспортов. АКВЭД у вас есть? Вы, ЕГРЮ? У начальника это спросите. Ну, вот я говорю, что его нет. На выдачу бланков паспорта АКВЭД у вас нет. Так, кроме этого, Федеральный закон 305 сообщает, что документы, которые выдавались в ФМС, были действительны до 31-го, 12-го, 17-го года. Но те же бланки, паспорт гражданина Российской Федерации продолжает выдаваться. То есть, вы смотрите, вас ликвидировали в 17-м году, и все документы, они считаются недействительными. Понимаете, вот эти вот бланки, они считаются недействительными после 17-го года. Вы продолжаете выдавать их. Так, пятое. При указании географии... Вот я теперь ссылаюсь на географические объекты. При указании географического объекта в графе места рождения нарушены. Значит, Федеральный закон 152-й, там то, что эти географические названия должны быть опять в соответствии с правилами русской орфографии. Значит, то есть Конституция, статья 68-я, значит, государственным языком Российской Федерации является русский. Вот 68-я статья, да. Вот эта статья нарушена. Самый основной закон Конституции. И вот я ссылаюсь на параграф опять 169-й, правила русской орфографии. Здесь я говорю, что в географические названия должны начинаться с прописной буквы. И параграф опять 204-й указывает, что аббревиатура только может быть за главными буквами написана. То есть здесь получается географический объект, указанный в паспорте, географический объект, название перепутано с буквенной аббревиатурой. То есть географический объект, указанный в паспорте, не существует в реальности, так как, сохранив свою звуковую характеристику, название искажено опять визуально. То есть мы читаем одинаково, а визуально разное. Так, шестое. Нормативные правовые акты на основании и в соответствии с которыми выпущены бланки паспортов гражданина Российской Федерации не имеют государственной регистрации в Минюсте. Нет регистрации, уже люди узнавали. Ну вот если она есть, пусть мне, конечно, о провержении напишут ваше начальство. Так, и в Минюсте нет регистрации. Здесь указаны, какие нормативные акты подлежат государственной регистрации. То есть так как это затрагивают наши гражданские, политические права, а паспорт как раз подпадает под это, то есть они должны быть зарегистрированы. Регистрации нет. И седьмое. Административный регламент ваш, 773-й, содержит пункт 176. При заполнении, у вас там написано, при заполнении реквизитов паспорта используются заглавные буквы. И вот это утверждение вашего регламента противоречит Конституции статьи 68, по которой государственным языком Российской Федерации являются русские, а русский язык имеет свои правила. То есть, получается, ваш регламент, 773-й, из-за пункта 176, несоответствует, да, и делает ваш регламент юридически ничтожным, согласно иерархии законов. Почему у вас регламент противоречит Конституции? Не могу я вам сказать это. Значит, смотрите, и вот в итоге, итог какой? Значит, здесь нарушения по статьям идут 178, 179 ГК РФ, статья 159 УК РФ, статья 292 УК РФ. Мы просто беседуем, у меня здесь некоторые сомнения. Ну, тебе паспорт, письмо? Да, что за предуква. А вы сказали сотруднику, что вы записываете? Да, да, да. Да? Я ее не фотографирую. Так, подводя итог всему вышесказанному, требую ответить на по каждому выявленному мной нарушению. Если описанное мной нарушение является нормой, предоставить правовые доказательства, объясняющие это. Предоставить мне информацию об иных функциях документа паспорт гражданина Российской Федерации, кроме удостоверения личности. У меня есть информация, что этот документ, ценная бумага, имеет иные функции, чем, кроме как удостоверения личности. Так, вот такой документ я составила. Поэтому я вам говорю, да, даже вы, если что-то вас еще интересует и не устраивает, вы можете, да, подавала, вы можете добавить, прийти, и все в письменной форме вам ответят, и ни в коем случае мы вас не заставляем. Что-то подписывать. Ну, как бы вы заставляете и не заставляете, волей-неволей, понимаете? Смотрите, волей-неволей это по вашим просто принципам, вот вам надо, конечно, обращаться в другие структуры, без паспорта вы не сможете, поэтому он у нас есть. Потому что вот в банке у меня есть загранпаспорт на мою персону, но в банке отказываются брать загранпаспорт. Да, но почему? Они вообще не могут, да, отказываться мне? Ну, я не знаю, вы можете тоже, потому что, ну, как они не могут, а может быть, вот у вас нет паспорта. Ну, как бы, допустим, как иностранные граждане, у них же нет российского паспорта, то есть российского паспорта. То есть вы считаете, это необоснованно, да, отказывается? Я не могу. Вообще банк, это же другая структура, поэтому нет, это только к ним. Ну, очень жаль, что вы вот не информируете. Это вот то, что я начала разбираться в этом, копаться, это у меня как бы хобби теперь, да, вот, вообще юридических о всех этих делах, но вы же граждане, вы женщины и мужчин не информируете о том, что это ценная бумага, что это вексель, что это контракт с имитентом, вот этой ценной бумагой является МВД, правильно? Это владелец этого паспорта является МВД. У меня просто полный коридор народу, и я только... Так, большое спасибо за ваш прием, так что, если что, пишите, мы ответим, все, пожалуйста, паспорт у вас хранится будет три года, после трех лет он уничтожается, я вас предупреждаю, так что вы можете еще. И вот, что касается временного удостоверения, пожалуйста, тоже зайдите. Ну, вот вы говорите, что восемнадцатую графу я не могу заполнить, а вот так как этот документ так как относится тоже ко мне, я имею какие-то замечания и не право внести. Когда вы сдавали документы на оформление паспорта, с этой формы вы тогда могли заполнить, сфотографировать и заполнить, но когда стоит подпись начальника, я вам не могу ее дать. Нет, но я же не с собой беру. И сфотографировать. И даже сфотографировать надо. Это профессиональные данные, которые хранятся сто лет с момента вашего получения его. Но это же мои данные, я владелец. Существует даже статья, по которой вы не можете мне отказать в информировании у меня о моих ценных бумагах. Это тоже ценная бумага, форма ПАД. Указывайте все в заявлении и приходите. А вот эта женщина, она была заместитель? Заместитель, да. Можете вот эти книги уточнить по поводу загранпаспортов сразу, чтобы потом никаких не возникло вопросов, что вы хотите все простания загранпаспорта. Это уточните. И насчет удостоверения спросите у нее, вот вы хотите получить временное удостоверение при наличии готового документа. Возможно это или нет? Да, на период, пока вы будете справлять и рассматривать мое заявление. Да, ваше заявление. А вы можете мне дать тогда вот персональные данные вот заместителя? Как можно вот какую-то листую? А там у нее на двери написано, и все, и должность, и все. Да, 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 там все у нас написано, указано на двери. Так, ну ладно. А там, видите, да. Хорошо. Так, ну ладно. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...